Отдых для всех и никаких исключений. Отличительная черта лагеря Ламы – возможность принимать детей-инвалидов. В 2010 году местные педагоги и вожатые решились на этот шаг с некоторой опаской. Уживутся ли особенные дети вместе с обычными? Всем ли будет комфортно и уютно? Первый в России опыт был, когда мы проводили такого рода инклюзивные смены. И мы немножко боялись, какое отношение между детьми будет. Но напряжение было первых 2-3 дня. Потом никто не замечал детей в коляске, детей не так ходящие, не так говорящие. А через неделю это была просто одна общая масса детей. Теперь можно заявить абсолютно точно – игра стоила свеч. С начала этого года за счет средств областного бюджета в Ламах отдохнули 77 детей с ограниченными возможностями здоровья. Еще 150 человек планируют здесь побывать до конца лета. Об условиях для всех, на создание которых ушли годы, рассказали губернатору Павлу Конькову. Всем необходимым оборудован медицинский кабинет. В любую точку лагеря можно проехать на инвалидной коляске. Везде есть благоустроенные дорожки. Ну, во-первых, детям-инвалидам им очень важна социализация, им очень важно общение с нормальными ребятишками. Они в этом случае легче воспринимают и легче себя готовят к дальнейшей жизни. Но есть и другой аспект. Нам тоже в детях нужно воспитывать соучастие, сопереживание, ну и как минимум серпимость. В этой смене ребят с ограниченными возможностями здоровья нет. Зато много, так сказать, постоянных клиентов. Для Виталия в Ламах это уже седьмая смена. Любят это место за то, что здесь не бывает скучно. Играем в футбол, в волейбол, в баскетбол. Очень много мероприятий. Выжигаем, что-нибудь изготовляем своими руками, в теннис играем. Все хорошо, в этом лагере мне все нравится здесь. Для детей-инвалидов следующая смена запланирована на вторую половину августа. Впрочем, как рассказывают педагоги, в общей массе отдыхающих их определить сложно. Они также веселятся и занимаются творчеством. Словом, полная ассимиляция. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.